итак всем привет продолжаем говорить о заданиях собеседований для джуниор программистов сегодня мы с вами разберем простенькое задание про аннотации само задание доступно в telegram канале было соответственно те кто не подписан самое время это сделать создайте пользовательскую аннотацию version сами должны определить ее которая будет хранить номер версии метода дальше создать класс my class и аннотировать три метода создав разные разным методом разные версии 1 2 3 и как обычно в основном классе вызвать каждый из этих методов чтобы показать что они работают корректно то есть это простейшая реализация аннотации но в целом на джуниор уровень уровень вам больше скорее всего и не попросит сделать как-то пробовали давать более сложные задания с аннотациями то есть чтобы они нечто полезное реально делали имеется ввиду аннотации но на джуниор уровень никто это сделать не смог были даже люди которые аннотацию даже в таком варианте сделать не могли то есть давайте тогда перейдем уже в intel и джей начнем делать то есть в целом что такое что такое аннотация то есть это некие метаданные на которые добавляются там классу методу переменной они не влияют на выполнение самой программы но предоставляют какую-то дополнительную информацию давайте мы с вами напишем статик void main давайте теперь создадим аннотацию это у нас интерфейс и она у нас называлась по-моему version version int string у нас будет string value как в примере так что еще интересного про аннотации мы можем сказать в целом такого не было в задании но мы можем определяя аннотацию определить также с чем она используется то есть это аннотация предназначена ли она для использования с методами там с классами с переменной да и значит мы используем для этого дополнительную аннотацию target и здесь у нас элемент тайп на и мы с вами видим что какие у нас есть типы она от field констрактор метод на мы например для метода использовать это будем так наоборот сюда то есть мы говорим о том что данная аннотация используется для методов на методы вешается вот и еще мы с вами можем указать когда она используется то есть она доступна в исходном копию коде может быть на этапе компиляции или во время выполнения и для этого мы с вами используем retention policy b в исходном коде в рантайме она может использоваться на этапе компиляции мы с вами рантайм выберем то есть это в данном случае это ни на что особо не влияет просто для информации чтобы вы знали но единственное вот это элемент тайп метод так давайте теперь создадим сам класс так как он там назывался майкласс по примере майкласс на так и вот например если мы сейчас попробуем использовать аннотацию version на он сразу у нас подсвечивает not applicable to type а то есть аннотация версия не может использоваться с классом потому что мы четко определили что это используется с методом да то есть зато если смотрите если мы сейчас закомментировали это на то есть мы версию можем теперь использовать из класса единственно он с нами пишет что у нас есть некий параметр value мы его должны использовать вот 10 все хорошо работает а то есть по умолчанию если у нас также не определен то мы можем использовать применимо и методом и классом и к переменным давайте оставим для демонстрации чтобы было соответственно здесь мы в классе использовать не можем так давайте тогда определим пару методов паблик вводит метод 1 чисто класс метод 1 так у нас в примере немножко по-другому было 1 10 то есть вот так это работает давайте используем 20 метод 2 и соответственно 2 и давайте здесь вызовем 1 20 да то есть еще раз в данном примере сами аннотации то что мы используем version 1 version 2 они никакой смысловой нагрузки не несут то есть никак ни на что не влияет просто для демонстрации того что вы знаете что такое аннотации как при необходимости можно определить свою на в принципе на джуниор уровень у нас больше спрашивать не должны а если вы будете знать еще вот это что при определении собственной аннотации у вас еще есть две дополнительные аннотации которые вы можете использовать для того чтобы определить где эта аннотация используется и когда то это несомненный плюс на и соответственно если мы определяем например когда это не когда а с какими методами или классами или переменными она может использоваться то соответственно если здесь мы определили что она используется только для методов если мы попытаемся и определить использовать на класс повесить 100 мы получим ошибку собственно говоря на сегодня все спасибо всем кто смотрел если остались какие-то вопросы сомнения комментарии предложения пожалуйста пишите многие люди пишут что хотят увидеть вопросы и вообще темы какие-то видео которые должны быть освещены например популярная библиотека джейсон все это будет я не могу сказать когда но будет поэтому пишите также если я где-то ошибся оговорился что-то не так сказал пожалуйста пишите исправляйте подписывайтесь на youtube канал подписывайтесь на телеграм-канал на сегодня все всем спасибо и до новых встреч всем пока